итак ребят ну что ж настало время закончить основной сюжет вперед надеюсь у вас там все хорошо привет еще раз всем кто только подошел и погнали впереди у нас битва с диксоном я чувствую диксона должно быть мы недалеко от вершины если мы продолжим идти дальше больше не сможем вернуться готов ли ты идти да готов да я готов тебе не страшно я бы солгал если бы сказал что нет но все равно мы должны идти дальше согласно мы знаем за что сражаемся мы решили это кучу лет назад уже братья я просто был захвачен этим моментом ну же дамбан верно вперед пора взять судьбу свои руки вот арон мы не можем больше держаться хватит жаловаться мы не единственные кто сражаются верь в шелка и остальные мы будем защищать это место пока они не вернутся таков план так что придерживайся его понял что и и и и и и и и и Тот Механ с лицом. Теперь они на нашей стороне. Раньше они были хомсами все. Возможно, они выглядят по-другому, но они все хотят того же, что и мы. Джужо, пошли. Да? Да уж, действительно, как все изменилось. Ну что ж, вот мы и на месте. Диксон! Диксон! Ты заставил меня долго ждать, Шелк? Ааа, ты ждал, пока мы сразимся с тобой? Да, вот до чего дело дошло. Или ты просто заткнешься и позволишь мне убить тебя? Мы никогда этого не сделаем, как я и ожидал. По-другому быть и не могло. Я работаю на Владыку Занзу с самого начала. Я растил тебя исключительно для того, чтобы он мог жить дальше. Я знаю. Я должен поблагодарить тебя за то, что ты наделил меня такой властью. Силой. Именно благодаря тебе я сейчас стою здесь, готовый к битве с тобой. Хватит болтать, парень. Диксон, если ты так решительно настроен остановить нас, тогда мы убьем тебя. Ух. Восьмидесятый. О, блин, у него еще шипы. Ну, ребят, это будет изи. Ну, ребят, это будет изи. И... Ну, окей. Ну, окей. Я вижу, ты унаследовала силу Мэйнет. Не ее силу. Я унаследовала ее воспоминания. Вот почему я сражаюсь с тобой. Фьора? Воспоминания, да? И какая от них польза? Нельзя использовать воспоминания, чтобы убить кого-нибудь. Почему ты сражаешься? Ты помогаешь Занзе создать мир, в котором ничего не будет существовать. Что ты хочешь от этого получить? Только те, у кого есть власть, имеют право решать такие вещи. Ошибаешься. Занза просто говорит мне, где драться, и я дерусь. И меня это устраивает. Это и есть твоя причина? Для борьбы? Это единственная причина. Мэйнет мечтала о мире, где народы Биониса и Мефониса могли бы жить рука об руку. Тебе это никогда не сойдет с рук. Правда. И что ты собираешься делать с этим в таком слабом теле? В этом теле больше нет Монода. Кто знает, сколько в нем жизни. Лучше попрощаться заранее. Этого не может быть. Я в порядке. Я буду сражаться рядом с вами до самого конца. Пьора. Что ж, тогда нам лучше сделать это быстро. Что это? Маленький мальчик потерял свой Монода и не может без него ничего сделать? Будь осторожен. Ну ты же не можешь. Пришло время узнать свое место. Мелио! Стань, Фьора. Разве ты не говорила, что хочешь быть шелком? Не выкидывай свою жизнь из-за этого негодяя. Она права. Ты должна взять то, что хочешь. Нет смысла умирать. Ты не что? Шелк. Покажи ему, на что ты способен. Давай, парень. Тебе не нужен Монода, чтобы одолеть этого мерзавца. Рики знает. Рики знает, что Шелк храбрый. Рики хочет увидеть прежнего Шелка. Шелк настоящий герб он. Шелк. Настоящая сила исходит изнутри. Поверь в свою истинную силу, Шелк. Ребята? Шелк. Время пришло, Шелк. Давай закончим это. Я не потерплю поражение. Твоей верой в меня. В нашей общей силе. Мы сможем сделать это. Ты никогда. Ты когда-нибудь сделаешь так, чтобы это стоило моих усилий? Не может быть. Это сила. Так. У него восстановилось ХП. Весело. Ну, не то, что это проблема для меня. Что-то шипы нет. Нет. Ну, ладно. Ничего зря. Весело. Нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так поступил. Почему я не могу видеть дальше? Теперь, когда у меня есть оба Монода, я должен быть един с ходом судьбы. Почему видение заканчивается здесь? Значит, Диксон пал. И Лорития тоже. Как это может быть? Неужели Телекия становится слабее? Как они могли быть побеждёнными такими ничтожными смертными? Этот мир принадлежит всем вам. Создайте мир, в котором не нужны боги. Мир, которому не нужны боги? Не существует мира без богов. Этот мир принадлежит мне. А-а-а-а! Что это? А, где мы? Что случилось? Сейчас ночь. Ирики снился плохой сон? Посмотрите вниз. Посмотрите на все эти звёзды. Мы больше не на Бионисе. Здесь даже нет ни земли, ни моря. Какой мы жопе. Ребят, мы в космосе. Хм. Э? Вот типа Дух мухмара Вряд ли это на что-то влияет Ну кто знает Юпитер Окей Дух ксорда Ну типа босс раш перед финальным боссом Правда это не обязательно Учитывая наш уровень и дамаг Можно их и завалить Ну и растов Ну по идее Мы как бы идем к земле Как я понимаю Наверное Но это не точно Ну как минимум ребята Это подтверждает одно Мир первого ксеноблейда Это Та же вселенная что и наша То есть Это походу реально земля Точнее то что от нее осталось Стоять Точнее не Мир первого ксеноблейда Точнее Мир первого ксеноблейда Ну и раз тут, да, скорее даже так, хотя... Так, луна. Окей, ребят, мы близки. О, уже видно. Какой дамаг. Какой дамаг. Это прекрасно. Это шар из воды. Итак, ты наконец-то добрался, Шелк. Это ты? Что случилось, Шелк? Мне не терпится увидеть, какой путь ты выберешь. Давай встретимся снова после того, как ты сделаешь свой выбор. Добро пожаловать, Шелк. Этот голос. Это Занза? Но он выглядит иначе. Я планировал использовать тело, доставшееся мне от Шелка, как сосуд, которым я буду жить в течение следующего тысячелетия. Однако, я стал обладать великой и неожиданной силой. Моноду Мейнет? Верно. В дополнение к моему Моноду, который ты оберегал для меня. Я смог получить второе оружие, обладающее силой созидания. Теперь я обладаю всем, чего я желаю. Больше нет необходимости в жизни Биониса. Я должен поблагодарить тебя, Шелк. От тебя было больше пользы, чем от любых из моих учеников. Теперь, когда у меня есть Монода... Точнее, теперь, когда у меня есть Моноды, я могу простить тебя твое предательство. Ты собираешься дать ему награду? Именно. Я хочу, чтобы он стал моим новым учеником. Тебе будет дарована вечная жизнь и невообразимая сила. Смерть будет лишь мимолетным проявлением. Неужели ты настолько самонадеянс, что считаешь хаинькианцев? Нет. Всю жизнь на Бионисе. Лишь твоими игрушками. Игрушки? Да. Ты не знаешь, каково это, убивать моих братьев, после того, как они превращаются в Талетию. О чем ты говоришь? Талетия — это истинная форма хаинькианцев. Я не превращал их, я вернул им истинную форму. Талетия — это всего лишь клетки моего тела. По ошибочной прихоти я наделил их интеллектом, создав примитивную форму жизни хаиньки. Они наслаждались недолгим существованием в качестве разумных существ. За это они должны быть благодарны. Вот оно, высокомерие Творца. Как я и планировал, жизнь Биониса существовала лишь для того, чтобы быть моим сосудом и моей пищей. Бионис — это не что иное, как скопление трупов и жизненной энергии. Но, хоть ты и притворяешься всемогущим, хаинькианцы все равно заточили тебя на тюремном острове. Вот насколько ты ограничен. Заточили меня? Я просто отдыхал там какое-то время. Я был ранен в битве с сосудом Мейнит. Я просто ждал дня, когда новый сосуд, что явился мне в видениях, родится. Пока я не родился. Именно. Я намеревался слиться в твое тело и снова сразиться с Мейнит. Однако я и представить себе не мог, что я так легко одолею ее. Мейнит. Ты очень хорошо поработал, предоставив мне новой Монаду. Я с радостью приму тебя, как своего нового ученика, Шулк. Никогда! Я не хочу быть твоим сосудом или учеником. Я просто хочу прожить свою жизнь, как Хомс. В мире без тебя. Это весьма прискорбно. Ты мог бы даровать. Ты мог бы довериться полностью мне и обрести мир. Но, возможно, в видении смертных всегда будут оставаться ограниченным. Используй свою силу, чтобы изменить мир. Этим правом обладают только боги. Так вот, почему ты разрушил Мехонис. Конечно. Вместе с существованием тех, что называют себя машинами, которые последовали за Мейнит, под ее защитой они развивались и стали наглыми. Так ты говоришь, что мы, Хомсы, следующие на очередь? Ты прав. Вы сами доказали, что Хомсы опасный вид. Как жаль. Я хотел дружбы. Но наделить разумом созданную мною жизнь была ошибкой. Бог не должен искать дружбы. Ошибаешься! Мейнит решила жить рядом с нами. Она стала считать нас своими друзьями. Ты должен был принять это. Но! То, что ты на самом деле искал, было не дружбой. Тебе нужны были лишь никчемные рабы. Наша жизнь — это еда. Как я и предполагал, похоже, я ошибался, даровав свободу воли воли вам. Однако, все скоро закончится. Талетия уничтожит все живое на Бионисе. Затем я создам новый мир. Как я уже делал это много раз. Мы не допустим этого. Мы не можем. Мы остановим тебя. Так, ну, собственно, вот. Бионис, скопление трупов. Так, уровень неизвестный. Отлично, мне это нравится. отлично. Отлично. Тарканда, тарканда, Cleм Narice racuse. Ваше награде. 32 годы и bots, Старканда, rebirth и оботорна. А возвращайся на 甚麼, что und kadп��디 Субтитры сделал DimaTorzok Такое себе Субтитры сделал DimaTorzok Ну вряд ли это все Скорее всего сейчас вторая фаза Еще что-то Вы простые сосуды Смеете противиться воле бога? Тогда я уничтожу все своей невообразимой силой Ну давай посмотрим А теперь узрите истинную форму Объединенного мира Окей Так окей Тут он более живучий Ой, тут можно Субтитры сделал DimaTorzok Райан, конечно, отрубился вовремя. Ну, Шарла, подними его. Ну, всё, отняли. Твою же ш... Эм, а что я могу сделать? Да, приехали, ребят. Ваншоты пошли. Это всё easy, но... да. Жаль, что я не знал об этом пораньше. Можно было бы активировать комбо и сломать его. Всё, затащим в одиночку. Отлично. Так, а где мои... Вот. Это Райан? Нет, мне нужна Шарла. Вон она. Она. Райан. Продолжение следует... Так, ну как ты видишь, Виктор с максимальным ТП, да. Вот, Шарла не выдержит. Сейчас мне главное всех воскресить по-быстрому. Офигеть, опять ваншот. Да ты издеваешься. Офигеть, опять ваншот. Отлично. Босс не дает мне подойти к Шарме. Офигеть, опять ваншот. 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 да тут главное вот эту атаку ему сломать это мы сделаем готова или нет в смысле за доль там же сработало ладно он к счастью это выдержит ладно черная дыра отлично так райн ты где ранее прокаченного не прокаченного дамбу это сейчас серьезно а а а а Блин, опять это говно Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Так, отлично, у нас теперь 3 монода. И я сейчас кое-что понял насчет монода. Ни в какую. Так, отлично. Так, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как? Силу бога невозможно превзойти! Занза! Это и есть провидение этого мира. Даже бог. Это всего лишь существо, ограниченное рамками силы, определенное провидением. Эта сила, хоть и велика, но не безграничная. Этот голос? Алвес! Как ты посмел ослушаться меня? Я Монадо. Я был здесь в самом начале. Я объявлю конец. Но это невозможно. Шелк, пришло время выбирать, принадлежит ли этот мир Занзе, или он принадлежит вам. Это то, что я решил уже давно. Этот символ... Сегодня мы используем нашу силу, чтобы свергнуть бога, а затем овладеть нашей судьбой. А вот и слова, которые были во второй части. Все, чем я являюсь, исчезает. Память о существовании бога, рожденного из хаоса, творений, исчезает. Это мой дом. Твой дом? Начинаем эксперимент. Чьи это голос? Это Занзе. До того, как он стал богом. Когда он был просто человеком из плоти и крови. Нет! Результаты не подтверждены! Это слишком опасно! И этот голос? Это Мэйнет? Глупости! Это совершенно безопасно! Мы вот-вот станем свидетелями рождения вселенной! Когда-то такое чудо мог совершить только бог! Но сегодня человечество приблизится на один шаг к богу! Остановись, Клаус! Это было просто любопытство. Любопытство одного человека, которое разрушило вселенную и создало новую. И родилась новая вселенная, ваш мир. И вот два бога появились на свет. Занзе и Мэйнет были одиноки. Поэтому они создали жизнь по своему образу и подобию. Значит, так мы и родились. По мере того, как мир поднимался на следующую ступень эволюции, с каждым поколением появлялись более развитые формы жизни. Но со временем понимание Занза угасало. Занза боялся этого. Чтобы избежать собственного уничтожения, он пожелал, чтобы мир жил в вечном цикле разрушения и восстановления. Бионис наполнялся жизнью, а Телетия приходили, чтобы уничтожить ее. Такова была воля Занзы. Так и было. Но правда в том, что он жаждал дружбы. Его будущее. И наше будущее. Возможно, они могли бы сосуществовать. Верно. Однако то время прошло. Старый бог был побежден новым богом, которого он сам создал. Новый бог? Да. Вот почему я появлял... Появился, перед тобой ушел. Алвис, кто ты? Я административный компьютер экспериментальной базы по фазовому переходу. Но для тебя это мало что значит. Для тебя я машина. Это моя изначальная форма. Алвис, этот мир застыл. Он исчерпал себя. Поэтому я спрашиваю тебя, его нового бога, каково твое желание? Позволишь ли ты миру продолжать стагнировать? Или ты позволишь ему перейти на новый уровень эволюции? Выбор за тобой. Я не знаю. Все, что я хотел сделать, это остановить Занзу. Вот и все. Я не могу быть богом. Точно. Ты замечательный, все такое, но ты никак не можешь быть богом. Ребят. Слушай, не волнуйся, Шелк. Никто из нас не хочет быть богом в любом случае. Я действительно не знаю, что нас ждет в будущем. Но мы просто хотим продолжать жить своей жизнью, как она есть. Едим в харчи, спим, смеемся, плачем, иногда спорим. Звучит нормально. Да, он прав. И быть с теми, кого мы любим, этого вполне достаточно. Несмотря на это, мы мало-помалу меняемся. Каждый день немного отличается от предыдущего. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Больше веселья от незнания. И Рики хочет повеселиться. Маленькие сюрпризы жизни. Вот, что делает ее прекрасной. Мы не знаем, что произойдет. Не так ли? Иногда это вызывает беспокойство, но в то же время это захватывающе. Да. Разве это не называется прогрессом? Разве мы не все развиваемся непрерывно? Я не думаю, что нам нужны более радикальные перемены. Да, вы правы. Постепенно, понемногу. Каждый день по мере его наступления. Именно так мы должны жить. Таков наш мир. Прости мою бестактность, но я воссоздал их личности из своего сознания. Альвис, похоже, ты не думаешь, что я могу принимать собственное решение. Я же должен был быть богом. Я ношу свои извинения. Однако у меня есть веские причины. Но у этого мира мало времени, если его оставить в таком состоянии. Ты принял решение? Выбор за тобой, создатель. Мир без богов. Скажи мне свое решение относительно будущего этого мира. Я не буду решать. Будущее должно быть определено каждым человеком в этом мире. Именно поэтому то, что я нет. То, чего мы желаем. Мир без богов. Мир без богов. Продолжение следует... Продолжение следует... Убить меня пытаешься? Мне очень жаль, полковник Тебе жаль? Что значит жаль? Крыжки на корточках вокруг всей колонии 50 кругов, сейчас же, пожалуйста, полковник А, да Значит, вы можете доставить материалы в 4 район? Восстановление идет полным ходом Благодаря Миле и Ване Аэнти и Машина обладают удивительными технологиями Рада помочь Чтобы жить рядом друг с другом в гармонии В конце концов Я не сомневаюсь Это то, чего хотели бы Госпожа Мэнни, Тегель Действительно И пусть это длится вечно Брат Фьора, что такое? Ты не видел Шелка? Он только что ушел Я не знаю, куда он делся Но он был с Райаном и остальными Эээ, Фьора, да? Ничего, удачи Что это? Если ты ищешь Шелка, его здесь нет Потрясающе Как будто у тебя глаза на затылке На что ты смотрела? На море? Я не смотрела ни на что конкретное Вообще-то, Фьора Я думала Думала о будущем Который ожидает всех нас О, гораздо более предусмотрительное, чем я Правда? Я так не думаю И просто ответила на твой вопрос Ну, понимаешь, что ты имеешь в виду И ты права Мы через многое прошли Да Мы прошли Я благодарна всем вам Именно благодаря тому, что я встретила вас Я так много пережила И это причина, из-за которой я сейчас здесь Да Мы тоже рады, что ты здесь Спасибо, Мелия За все Я рада, что познакомилась с тобой И я Почти поймал Давай, Рейн, вперед Великий действительно голодный Давай, постарайся, Рейн Соленая Почему вода такая соленая? Рейн, ты ужасен в этом Когда ты последний раз рыбачил? Рейн плохой рыбак Рейн хочет съесть большую рыбу Достань ты от нас Пробуй ты в следующий раз, пушистик Рыбалка – это работа Рейна Работа Рейки есть Подожди Разве Ока не набросится на тебя, если ты не вернешься к ней с четырнадцатыми рыбами, чтобы покормить своих детей? О, Рейки забыл Жена Шкафона рассердится, если не поймать больше рыбы Она будет сердиться не на меня Рейн, лови рыбу Лови рыбу Сейчас же Ну ты где? Ветерок такой приятный Действительно Что такое? Ну, это прическа, она тебе идет Это все, да? Правда? Я думал о том, чтобы отрасти волосы, но Эй, тебе что больше нравится? Да и то, и другое, конечно Ой, да ладно И что мне сказать на это? Ну, прости Ладно И так отлично, не меня ее Я уже забыла, каково это Делать это Интересно Что нас ждет в будущем? Кто знает Я уверен, что будет много взлетов и падений Взлетов и падений Я не знаю, что ждет меня в будущем Но это значит, что я могу вообразить в себе все возможности Мы можем достичь всего, к чему стремимся Ну да Ты прав Ты помнишь, что Монадо? В смысле Алвис Сказал нам, когда мы видели его в последний раз Конечно Шелк Это новый мир без границ Он является домом не только для тебя Но и для многих других форм жизни Я вижу это В этом мире вся жизнь будет Идти в будущее, рука об руку Однажды Я надеюсь, что смогу встретить их всех Людей этого бесконечного мира Я тоже Мы обязательно встретимся Я это знаю Мы встретим И чтобы не случилось Мы встретим наше будущее вместе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 И мы получили Новые подробности Но все равно куча вопросов еще осталось Надеюсь дополнение нам что-нибудь еще скажет Ну и потом уже скорее всего третья часть Как минимум насчет Алвиса понятно Он является собственно третьим Айдисом как раз таки Третьим куском компьютера Он подтвердил это Ну и по сути насчет Монода Тоже все понятно Почти Да, прикольно Все таки основной сюжет был хорош Ладно, не будем скипать Вдруг какая-нибудь катсцена еще будет И мы ее тоже пропустим Ну насчет Монода Ну собственно у нас три Монода В этот раз получился Получилось Ну и собственно Алвис является тоже одним из них Загисов В общем да Весело Куда делся сам Алвис дальше Он все еще тут в этом мире или перешел куда-то С чем вопрос В общем да Еще есть вопросы Надеюсь ответы мы получим У нас впереди дополнение Третья часть И потом дополнение для третьей части Которая еще не вышла даже Так и все После титров все таки ничего нету А ну окей Истинный Монода Отлично Ну что ж Тогда на этом На сегодня здесь мы остановимся И продолжение Следует На следующей неделе мы уже начнем дополнение И посмотрим Что там происходит И какие секреты нам Раскроет О Ничего себе Менюшка изменилась Ребят Вот этого я не ожидал И то что Менюшка не менялась Когда мы проходили главы Как во второй части Позле каждой главы Своя менюшка Забавно Ну в общем да Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok